Всех приветствую, друзья! С вами Джокер. Вы на канале Джокер Кипиш. Игра у нас в Clash of Kings. Итак, ребят, прошел вчера перелет. Прилетели мы в Королевство 1075. Потихонечку здесь располагаемся. Набираем силу. Наш соперник здесь. Альянс Офа. Ну и в принципе все остальные тоже для нас не друзья. Поэтому атакуем мы всех. Вот здесь у нас, ну по процентам ничего в принципе удивительного. Но много хорошей армии у ребят. Как бы они с давно сидят. Не как мы сюда летели, сливались, а сидели здесь и не копили. Посмотрим, что будет в субботу. Я думаю, ребят, будет жарко, будет интересно. Вот соперник себя не проявляет, как-то так сказать, агрессивно в нашу сторону. Никаких нападений на нас вообще нет. Изначально, когда мы прилетели в первые часа два после перелета, мы чуть-чуть повоевали, побили их не замки. Короля их него немножко попробовали. Чего он из себя может рыцарей и так далее. Ну вот побились. Они у нас один замок атаковали в Гудине. И в принципе на этом вся разведка боем закончилась. Ну что там происходит еще на караванах, где-то так что-то разведывают. Они щит мира надели и в принципе все. Потому что поняли, что здесь как бы мы будем в любом случае атаковать. Король у них довольно-таки стойко держал наши ралли. Пять ралли бы по нему ударили. Ставили бы еще, но они надели щит. Именно то ли королевство, то ли уже мира, я забыл. Так. Отчеты вам покажу. За трон будет битва однозначно. Они нам сказали, что типа ну давайте жить мирно, давайте жить дружно. То все, но трон мы вам не дадим. Ну типа трон наш, давайте жить мирно и развиваться на благо королевства. Ну такое себе предложение, на мой взгляд. А вы что считаете, ребят? Пишите обязательно в комментариях. Кстати, ребят, у меня появилась телеграм-группа, как и телеграм-канал. Я там подключил ботов. Грубо говоря, там нету флуда, нету мата, нету оскорблений. Всякого такого рода. Поэтому кому интересно, обязательно вступайте. Задавайте там вопросы. Надо там собрать как можно больше игроков. И чтобы это было, так скажем, в телеграме тоже по клэшу какая-то у нас команда собиралась. Это можно быстро решить вопросы. Потому что сейчас многие уже переходят в телеграм. Поэтому считаю, что это актуально. И жду, ребят, вас у себя в телеграме. И в группах, и на самом канале. Покажу вам, ребят, отчеты. Сейчас, секунду. Все найду. Так, вот. Первая, ребят, пробная ралли. Ой, так, это не то. Тоже не то. Вот у нас первое ралли. Бил Дима. Вот. Бил кавалерии. Вот замок мы у них бомбанули немножко. Ну, такой замок. После этого ралли они сразу же поняли, что, ну, тяжело, как бы, будет ралли-то брать здесь. Тем более без подкрепления. И, точнее, нет. Это был, я так понимаю, у них, типа, разведчик, да, типа, ралли я прямую. Они, кстати, я что у них заметил. Они все защищаются. Вообще все. На короле артуриане. Вот. На артуриане они все стоят. У них, в принципе, у всех одинаковая защита. Это, скорее всего, у них, ну, там, два-три мозга. Это, скорее всего, король, их не страж. И они, ну, как бы, под них все подстраиваются именно вот в таком плане обороны. Так, ударили конями. Артуриан. Ну, что получилось? Да, как бы, пехоту не покромсали. Но задний ряд лука в тележку тут прям хорошо так съели у него. И все. После этого он понял, что, ну, мы уже были готовы, как бы, второй ралли заряжать сразу же. Ну, они уже убежали, так скажем. Ну, хорошо, так вынесли ему лукарей. Думаю, больше он не будет от нас халли принимать. Ну, это такой оборонщик, ни о чем, если честно. За одну ралли потерял 7 миллионов Т-19 лучников. Думаю, ему достаточно от этого было. Это при том, что у него было подкрепление. Но у нас, как бы, все-таки довольно-таки слаженные походы. Все в целом так неплохо. И результат был неплохой. Вот такие проценты на конях. Это, кстати, не на полных бафах, ребят. Наши кони были. Дальше. Дальше у них выскочила королева. Так. Так, вот она. Или не королева. Ну, короче, кто-то там выскочил. Вроде королева. Они, как бы, сборили нашего Гудини. И вот, ну, стояли в обороне, тоже, как бы, ждали. И тут я тоже зарядил свой сбор. Но у меня тут не такой он большой был, как у Димы. 5600. Ну, пробили. Также осада удалась. Ну, странно, почему-то мы нанесли 246 миллионов. Не 300 там, да, плюс, а 246. С чем это связано, я не знаю. Так как выживших такое большое количество. Битва закончилась, типа, из-за большой разницы в силе. Здесь по процентам, ну, пехота 894. Но я как раз тележкой бил. И та же самая песня. Здесь у нее это Артурентий на стене. Но она без подкрепления, и с ней случилась вот такая вот ошибка. При том, что я штурмовал здесь, мало людей было. Поэтому такой результат. Но в целом, она тоже поняла, что тут нечего ей ловить. Тут пехота у нее повалилась. Как бы, коняем и валим луков. А келегой мы валим пехоту. Так. Так, вот смотрите, ребят. Вся мелочь, все ряды пехоты. Здесь у нее опять Т-11 отъехала пехота, да? А у лучника отъехали луки, а у пехоты отъехала пехота. Когда конями били. Коней-то десяток тоже съело. Ну, короче, встретили они нас. Скажем так. С потерями. Тут лучников тоже много. Соответственно, конный сбор сюда бы залетел. Тоже на ура. Все бы посыпалось у нее. Вот. И я думаю, что... Не то, что думаю. Так, сражение закончилось. Потому что разница большая в силе была. Прорвали. Дальше. Ну, как бы они били Гудини. Поэтому были без щитов. Тут же Дима зарядил. Еще одно. Это у них самый сильный по силе игрок. Вот у него там. Это их не страш. Тут уже он потолще. Ударили опять через телегу. И то же самое с ним произошло. Они как бы готовы были. Проверяли, чего они могут. Опять та же песня Короля Артурии. И снова та же история. Пехота здесь у него посыпалась. А телег прям конкретно. Да и тележки тоже поели. Но в основном пострадала пехота. Именно умерла. За борт ушла. Ну, там еще много армий. Как бы еще таких ролей. Он выдержит достаточное количество пехоты. И конницы ближнего боя. Тут прям достаточно много еще бить и бить их предстоит. Вот. Ну, в принципе, армию и большое количество всех видов. Тут дальше понятно. Дальше у них выскочил Король. Ну, Король самый сильный оказался. Не знаю, может, еще мы не всех знаем. Но вот у Короля самые сильные проценты. И он, в принципе, в руках там не путается. В пальцах своих быстро все тыкает. Меняется. Коней берет там пехота. Телегу луками. Переключается проценты. Ну, атака, защита, здоровье высокое. Но базы здесь нету. Прям такой. Опять же, здесь был штурм. Неполное ралли. В итоге результат... Нет, ралли полное. Количество людей недостаточно, чтобы нормально прорвать. И он уже был бы готов на полных бафов. Палатки большие. Поэтому получилось так. Дальше было еще одно ралли конное. Ну, тут вообще мы, грубо говоря, воткнулись. Палатки ему только подъели. Дальше еще одно телегой. Ну, за каждый удар он, конечно, терял армию свою. По 23 миллиона. Поэтому... Но все равно стоял, как бы лечился. Куча подкреплений в замке было. Без крепа замок развалится. Там у них прям 13 подкреплений сидело. Поэтому все-таки крепы здесь зарешали. Без подкреплений в замок мы этот разорвем у него. За 3-4 ралли, я думаю, там ничего не останется. Так. Дальше конями ударили опять через Диму. Конями. Конями бьем через штурм. Тут опять неплохо по лучникам проехали все и по телегам. Но опять же, видите, крепов просто вагон у них. И та же самая история. Артуриане на стене. Они как все под копирку играют. Одним и тем же героем. Так. Так, смотрим. Вот грифоны туда. Пегасов ему подъели. Лучников выкосили. Вот это ралли уже ему съело задние ряды. Так, ну неплохо. Видите? Я считаю, что нам надо сразу два как бы колотить. Два конных ралли. Один через штурм, один через урон. Результат, думаю, будет приятный. Потому что лучники на себя берут много урона. Вот сюда бы второй ралли бы тележка залетела. Было бы вообще прекрасно. Что мы пытались, в принципе, сделать. Сейчас покажу. Так. Вот в тот же момент, когда Дима бил конями, я бил телегой. Ну, не знаю, как так получилось. Короче, ускорения работали. Или кто-то у нас. И старых игроков. Мы еще просто не всех в Альянсе знаем. Ралли так ускорило или что. Произошла какая-то непонятная дичь. Мы сначала ударили Димином ралли. И пока что-то не прошел, я не мог ускорить вот свой сбор тележных. Поэтому тут ему повезло. И он опять был отлечен. И, грубо говоря, там почти минута шла. Ралли никак не ускорялась. Поэтому он отлечился снова. Ему опять ударили в полный замок. И там еще крипов ему добавили. Прям достаточно много. И получилось так, что мы в основном били тут ему мелочь. Как бы понятно, в палатке улетала хорошая армия. Но за борт замка вылетали в основном такие войска второстепенные. Вот. Поэтому король, в принципе, у них с головой играет. Думаю, будут с ним проблемы. Нет. В плане проблем, то, что они нам что тут сделают. Вообще стою я, считай, весь день. Даже разведки не было. Или, может, жу, что мы расслабимся. Но я думаю, что, чтобы им тут расковырять наши замки. Ну, тупо на меня им надо. Я думаю, ну, минимум ралли 6. Может и больше. Я еще под настрой армии тут до 2 гигов себе. Как можно быстрее. Будем смотреть, что будет происходить. Но я сомневаюсь, что они будут нас пытаться как-то обнулить, слить. Не такая тактика у нас игры. Хотя нам тут говорили, что, типа, вот они там, ну, будут бить, нападать там. Пока ничего не вижу. Вообще ни одной атаки. По нам. Вообще. На караване вон повоевали. И гудини они бахнули один раз. И все. Вот так у нас замки здесь довольно-таки крепкие стоят. Без щита тоже. Страх вот стоит. Нет. Я. Никаких атак. Даже дуэли. Возможно, копят армию к субботе. Или просто думают, как бить, что бить. Ну, вот, ребята, вы видели, да? От вас жду, ребят. Ваших комментариев по поводу. Ну, что, как нам Артурянам бить? Ваши планы, действия. Что бы вы сделали? Вот я думаю, что нам надо бить двумя конными раллиями. Или же конно-тележным там. Пехотой, думаю, тут вообще бесполезно колотить. Луками. Луков у нас нету. Искал луков, но так и не нашел. Ни одного лучника не присоединился к нам. Но зато есть конница, телега и пехота. Будем воевать, что имеется. Ну, что, ребят, могу сказать. В целом, пока все тихо. Все спокойно. Хорошо, что, как бы, люди, я так понимаю, там взрослые. Никаких оскорблений в чате нету. Все общаются нормально. Как бы, привет там, то-се там. Без всякого, без всякой, грубо говоря, нет цензурности, там гадости никаких нету. Ни в чате, ни в личках. Поэтому, в целом, все неплохо. Но хочется повоевать. Просто тупо, весело повоевать. Вот и все. Так что, ну, пока соперник не выходит. Пока соперник не выходит. Ну, ждем. 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 Ну, суббота, по-любому, будет, ребят, жаркая. Вы меня знаете, что не получится в эту субботу. Будем пытаться следующую. Не получится следующую. Будем пытаться дальше. Дальше, дальше. И так далее. И тому подобное. И вы знаете точно, что, возможно, они не бьют меня, потому что они потеряют героев. В любом случае, я их не отдам. В любом случае. Не потому, что я какой-то плохой. Но потому, что мы так играем. Я вот хочу повоевать весело. И, грубо говоря, всеми правдами и неправдами сделать так, чтобы мы побеждали. Будем надеяться, что, может, они ночью подумают, что вот я ферма. Сплю. И сейчас меня можно будет на изи здесь порвать. Посмотрим. Посмотрим. Я знаю, что много русскоязычных игроков играет в Офа. Ну, ребят, вам привет, как бы. Надеюсь, все будет хорошо. Всем удачи. С вами был Джокер. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok